В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Нет конца, когда построят новое здание 11-й школы. С пользой для города в Сарове начала работать молодежная биржа труда. На старте молодежный центр продолжает проект по приобщению саровчан к спорту. Далее расскажем обо всем подробно. Строительство нового здания 11-й школы началось еще до пандемии. Поначалу работы шли ударными темпами. Была надежда, что дети скоро пойдут туда учиться. Однако затем темпы строительства снизились. Школьникам микрорайона не хватает места в старом здании. Классы вынуждены переезжать в первый интернат. Когда школу, наконец, дадут в эксплуатацию. Готово на 85%. Сейчас внутри здания ведут отделочные работы. Стройку планируют закончить ориентировочно уже осенью этого года. Такую информацию о ходе строительства 11-й школы в апреле дали журналистам представители администрации. Однако родители учеников обнадеживающие прогнозы не убедили. Везде получаем одинаковый текст. Везде все будет. Сейчас еще немножко потерпите. Информация вся не особо доступна. Родители не пускают на строительные площадки. Дают чисто сухие цифры о 85%. В том году мы видели 75%. В этом году за год цифра стала 85%. 30 июня будет окончание очередного сдвинутого срока сдачи объекта. Тревогу родители забили, когда стройка понемногу опустела. Из окон своих домов многие видели, что рабочих на площадке практически нет. Однако администрация поспешила их успокоить. Работы идут, но внутри здания. А потому рабочих на территории вы не видите. Работы, быть может, и идут. Вот только сроки их завершения каждый раз меняются. И если в апреле горожанам обещали сдать объект осенью, то на заседании Думского комитета уже прозвучали новые сроки. Если повезет и все очень хорошо будет, то дай бог январь месяц. Строительством школы занимается подрядная организация ООО ТСК. Параллельно она ведет работу еще на двух объектах. А именно на дороге к детской поликлинике на Чупаево и Центре культурного развития. Важно услышать позицию самого застройщика, считают народные избранники. А потому подрядчика планируют пригласить на следующее заседание. Вот только уверенности в том, что он появится, пока нет. Мы на совещание его приглашаем. На последнее видеоконференц-связи с участием замгубернатора он не появился. Подрядная организация ТСК фигурирует в уголовном деле по факту мошенничества при реализации национального проекта «Экология». При реконструкции очистных сооружений подозреваемый закупил вместо оборудования, предусмотренного проектной документацией, его более дешевый аналог с худшими характеристиками. Так, бюджету нанесен ущерб в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей, по мнению прокуратуры Нижегородской области. Более того, аванс, взятый подрядчиком на три городские стройки, включая школу 11, составляет 100 миллионов рублей. Кто виноват, понятно, что делается. Вопрос остался. В Руси у нас две. Что делать нам? Что делать нам? Неужели управление ФСБ может вовлекать? 100 миллионов рублей – это не особо крупный размер. Это не полтора миллиона, понимаете? Вот с полтора миллиона считается особо крупный размер. Да еще и организованы группы лист по предварительному сговору. Споры о том, кто виноват и что делать, не утихали еще долго. Народные избранники пришли к выводу, что строительство городских объектов следует взять под особый контроль. А именно, выезжать на объекты, а также пытаться наладить диалог с застройщиком. Пока власти ищут виновных и пытаются решить проблему, родителям остается ждать и надеяться, что долгожданная школа в одном из самых больших микрорайонов города все же начнет свою работу в этом календарном году. Нам необходима новая школа, чтобы дети не теснились, чтобы они могли получать образование в качественных условиях, могли расти, развиваться, дружить и получать нужные знания. Пожалуйста, мы просим вас обратить внимание на нашу проблему и помочь в ее решении. Канал 16 продолжит следить за развитием ситуации. Мы будем информировать вас о том, как движется стройка. Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, говорить о полной победе над COVID-19 преждевременно. Новая волна может начаться уже осенью. В группе особого риска люди старшего поколения и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Им необходимо привиться против новой коронавирусной инфекции в первую очередь. Для удобства сыровчан КБ-50 вновь проводит выездную вакцинацию против COVID-19. Мобильная бригада поликлиники 1 будет находиться 8 и 15 июня с 9 утра до 11 часов перед бывшим универмагом «Юбилейный» на проспекте Ленина. 9, 14 и 16 июня с 13.00 до 15 часов рядом с торговым центром «Плаза» на улице Московской. Горожане могут вакцинироваться или ревакцинироваться препаратами «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». С собой необходимо взять паспорт и полис УМС. Жительница Нижегородской области Татьяна Пашинина победительница национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия Мира-2022». Она будет представлять нашу страну в финале «Миссис Мира». Несмотря на санкции, международные конкурсы красоты не отказываются от участниц из России, отметили организаторы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Богородске в жилом доме взорвался газовый баллон. Взрыв произошел через некоторое время после проведения ремонтных работ и установки газового оборудования. ЧП произошло в 8.30 утра. В 9.18 пожар был потушен. На момент инцидента в данном жилом помещении никого не было. Пострадали двое жильцов из соседней квартиры. По предварительной информации, у них имеются признаки отравления. Один пострадавший госпитализирован. В период с 8 по 12 июня местами по Нижегородской области ожидается высокая четвертого класса пожароопасность лесов. МЧС напоминает, огонь сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения лесные массивы, вызвать серьезный пожар. Пожарные призывают граждан ответственно относиться к соблюдению установленных правил пожарной безопасности. При наступлении высокого класса пожароопасности не посещать леса и не разводить огонь на своих дачных участках. Приют для кошек «Мурдом» открывает школу юного волонтера. Принятнее участие могут дети от 10 лет. Ребята узнают, как заботиться о животных, оказывать им первую помощь, пообщаются с обитателями приюта и сделают для них игрушки, прикоснуться к профессии ветеринара. Занятие проводят волонтеры и специалисты одной из ветклиник города. Первая встреча пройдет 12 июня в 12 часов в приюте на товарной базе «Железнодорожная 9». Подробности по телефону 8 930 71 68 827. Занятие бесплатное. На стадионе «Икар» 12 июня состоится первый турнир проекта «Атомный воркаут среди саровчан». С 13 часов можно будет увидеть мастер-классы профессиональных атлетов и самому поучаствовать в соревнованиях. Золотой призер турнира отправился в город Глазов, где 3 сентября представит Саров на межгородском и заключительном соревновании проекта. Почная регистрация на «Атомный воркаут» начнется за час до начала соревнований. В Сарове заработала молодежная биржа труда. Все лето подростки 16 и 17 лет будут трудиться в различных городских организациях. Подробности далее. Не сидеть все лето за компьютером, а заниматься общественно полезным делом, заработать при этом небольшую денежку. Такую возможность предоставила школьникам нашего города молодежная биржа труда. Одно из предприятий, на которое трудоустроились ребята – товарная база. Мы решили узнать, чем конкретно они здесь занимаются. Каждый будний день ребята утром приезжают на товарную базу. Рабочий день у них начинается с 8 утра. Сначала бригадир распределяет задания, потом работники расходятся по точкам. В конце каждого часа ребятам предоставляют небольшой перерыв. Работают до обеда, потом расходятся по домам. Ребята очень трудолюбивые, ответственные. Работу свою знают. Задача у них простая. У мальчиков это благоустройство территории, это сбор мусора. Мы подметаем вдоль дороги. Девочки занимаются прополкой территории, сбором травы. В первой бригаде работают три юноши и три девушки. Ребята будут находиться на этом объекте месяц. Прошло только несколько дней, а кто-то из них уже говорит, что хочет остаться на все лето. Все относятся хорошо, благосклонно, все помогают, снабжают оборудованием, ну и все хорошо. Идут навстречу. Крутое занятие, что можно позаниматься полезным делом, можно заработать денежку, не просто сидеть дома. Как большинство это и делают. Я благоустраиваю территорию, и мне это нравится. Тут дружный коллектив. А это твой первый опыт работы? Это моя самая первая работа, да. Другие ребята с молодежной бежит труда работают в ДЭПе и центре ЖКХ, Гуровтотранс и Егороводоканале. Пока на этих предприятиях трудятся ребята 16-17 лет, но есть много желающих помладше. Над возможностями их трудоустройства сейчас работают. Отличные мероприятия. Дети приобщаются к труду с более, так скажем, опытными рабочими. И, ну, как бы набираются от них уже. И что можно сказать? Ну, мужают они, в общем. По вопросам трудоустройства подростков в летний период можно обратиться в молодежный центр. Звонки принимают с 10 до 18 часов по будням по телефону 99-313. Смертность опустилась до исторического минимума в Нижегородской области. Об этом заявил замгубернатора министра здравоохранения региона Давид Милик-Гусейнов. По его словам, смертность населения на протяжении почти месяца держится ниже уровня 2019 года. При этом показатели опустились до исторического минимума. Вместе с тем глава Нижегородского Минздрава предупредил, что летом может увеличиться смертность от сосудистых заболеваний и внешних причин, в том числе гибели на воде. Поэтому Милик-Гусейнов рекомендует не находиться долго на открытом солнце в жаркую погоду. Это поможет спастись от инфарктов и инсультов, а также от рака кожи. Также следует пить много воды и мониторить артериальное давление. Оно должно быть 120 на 80 в случае отклонений выше, чем на 10 пунктов. Нужно обратиться за помощью к врачу. Кроме того, министр советует следить за близкими, если они отдыхают у воды в состоянии алкогольного опьянения. В Пушкинский день молодежный библиотечно-информационный центр превратился в творческое пространство, наполненное поэзией, музыкой, книгами и интересными людьми. У саровчан была уникальная возможность стать участниками творческого эксперимента библиотеки, Саровского драматического театра и клуба самодеятельной песни «Поиск». Подробности далее. Праздник поэзии проходит в Молодежном библиотечном информационном центре каждый год 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Темы всегда разные. В год столетия СССР организаторы решили обратиться к творчеству поэтов Советского Союза. Мы решили рассказать о поэзии с 20-х по 80-е, пройти каждое десятилетие, представить тех, кто в это время творил. Советская поэзия полифонична, многоцветна и многогранна. Здесь нашли отражение и революционная эпоха 20-х годов, и Великая Отечественная война, и страстные 60-е. Чекисты, разоблачай вредителя рвача! Стрелки, ударники и коммунисты за славный труд, за дело Ильича! Перенести зрителей в атмосферу тех лет помогали актеры Саровского драматического театра и клуба самодеятельной песни «Поиск». Поэтическую летопись СССР они переложили в литературно-музыкальную композицию. Для меня было, по крайней мере, очень много открытий в работе над этой композицией. Предусловно, что у меня любимый поэт – это поэт 20-го века, Иосиф Бродский, хотя мы его не стали включать в эту историю. Но было очень интересно, например, наткнуться на поэтов ГУЛАГа, которых оказывается огромное количество и которые писали потрясающе интересные стихи. В конце мероприятия зрители ждал открытый микрофон. Все желающие могли прочитать любимые стихи. Молодежный центр продолжает проект. На старте совершенно бесплатно дети и родители нашего города знакомятся с различными видами спорта. Они уже побывали в секциях настольного тенниса и пулевой стрельбы, попробовали себя в спортивных бальных танцах. Следующими стали прыжки на батуте. Мастер-класс по прыжкам на батуте в спортивной школе «Икар» начался с разминки и специальных разогревающих упражнений. А после ребята с удовольствием приступили к самой ожидаемой части занятия. Под руководством тренера они выполняли начальные элементы и учились техники прыжков на батуте и двойной мини-трампе. Узнали, как правильно прыгать и приземляться на батуте, как остановиться, как держать свое тело и выполнять прыжок с группировкой. Помимо тренировки, дети поиграли в подвижные игры на ловкость и внимательность. Мне все понравилось, особенно когда мы тут на батутах прыгали, вот все понравилось. Мне понравилось все. Но вот эта вот полоса препятствий немножко была сложной. А так я, ну, очень мне понравилось. У вас получалось? Ну, конечно, да. Да, очень. Хорошо и я похвалили, в принципе. В этом году проект «На старте» стал победителем городского конкурса молодежных проектов и инициатив «Саров молодежь». «На старте» дает возможность семьям с детьми от шести лет познакомиться с различными направлениями спорта посредством бесплатных спортивных мастер-классов, попробовать себя в том или ином виде спорта, узнать специфику занятий, физической подготовки и просто активно провести досуг, может как ребенок, так и взрослый. Зачастую семьи как бы хотят вроде бы ребенка записать в секцию, но не знают в какую, как это будет, какие тренеры будут, как проходят занятия. Все это настолько абстрактно. А когда ты имеешь возможность посмотреть это вживую, это очень привлекает. Ты приходишь и ты видишь, как это происходит, видишь, как работает тренер. В рамках проекта уже прошли мастер-классы по настольному теннису, лыжам, пулевой стрельбе, спортивным бальным танцам и фитнесу. До сентября организаторы планируют провести еще несколько занятий по футболу, плаванию и бадминтону. Сегодня я впервые посетила это место вместе со своим сыном. Нам очень понравилось, конечно. Ребенок доволен, напрыгался, набегался. И, безусловно, это в первую очередь полезно для здоровья каждого ребенка посещать. Не обязательно, возможно, батутный центр, но все виды занятий спортом очень полезны. Узнать расписание занятий можно на сайте молодежного центра или в группе ВКонтакте, а также по телефону 99 112. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей.